Васильевский остров стал на 100 мусорных машин чище. Именно столько бытовых отходов вывезли с острова в ходе общерайонного субботника. Во дворы и парки с граблями наперевес вышли 11 тысяч петербуржцев. Вот так запевая гимн родной четвертой школы, трудовой десант старшеклассников высадился в Апочининский сад. С граблями в руках волонтеры принялись чистить излюбленное место для прогулок после учебы. Доброе начинание подхватили воспитанники 642 гимназии. В прошлом году парк признали самым благоустроенным местом в городе. Юные василястровцы вызвали сохранить за садом его лидирующие позиции. Надо помочь черному городу, чтобы было чище на улицах. Это же мы работаем не только для других, но и для себя. Убирать опавшую листву в субботнее утро вышло 3,5 тысячи школьников. На них возложили ответственность за зеленую зону острова. В свою очередь, 5 тысяч работников наводили порядки у себя на предприятиях. А сотрудники администрации, кроме уборки в собственных кабинетах, расчистили территорию возле подлодки на родоволец. Технически возможно убрать всю территорию города силами управляющих компаний, затратами бюджета, затратами денег, которые выплачивают жители. Наверное, это возможно. Но мы живем в таком красивом городе. Если я убираю этот город сам, то мне очень стыдно будет перед самим собой мусорить в этом городе. По примерным подсчетам, на уборку улицы в утро субботы вышло чуть больше 11 тысяч человек. К примеру, в более крупном красносельском инициативу проявили лишь 10 тысяч петербуржцев.